Приветствую вас, Сандра. Прочитал ваш вопрос. Сейчас я его разберу, но для начала я бы хотел сказать, что вот очень похожий вопрос с похожим сюжетом. А я видел совсем недавно. Я не говорю, что это были вы, но поскольку это не самый такой распространённый вопрос, то мне почему-то кажется, что это вполне можете быть вы. Если это вы, то, ну, соответственно, я вам уже отвечал на этот вопрос, и мне не очень понятно, почему вы вновь его задаёте. Смотрите. Первое, что я вижу, да, первое, что я вижу, это ваш неуверенность в себе и какой-то страх. Ваш страх. Ваш собственный страх перед, ну, перед чем-то. Вот. Например, вы боитесь, может быть, остаться одна, вы боитесь, может быть, того, что мужчина вас бросит. Либо вам отчаянно, я не знаю, насколько отчаянно, но нужна семья, вы хотите семью. Вот. Для чего-то вы хотите ребёнка. Вот. Вот. То есть, идёт такой акцент на семейных, скажем так. Ну, значит, ну, так дальше. Вот. Смотрите. Семейные ценности, да, семейные ценности, они... Игнорируют личные достоинства человека. Вот. И... И... Вам... Мне кажется... Значит... Имеет смысл... Подумать о том, насколько вы реализованы. И насколько вы добились всего того, чего вы хотели. Насколько вы раскрылись, как личность. Вот. Ну, вот насколько вы раскрыли свой потенциал. Вот. 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 Это, мне кажется, очень важный момент. Поэтому, ваше, значит, стремление к семье, оно нуждается в разборе. Почему вы хотите семью, почему вы хотите свадьбу, почему вы хотите ребёнка. И так далее. Вот. Это важно. Это важно. Вот. Дальше. Вы не доверяете сами себе, вы не доверяете своим чувствам и своим эмоциям, вследствие чего, возможно, пытаетесь вернуть отношения в преднее русло, когда, по вашему мнению, опять же, всё было относительно хорошо. Вот. И вопрос с доверием своим чувствам тоже, я бы сказал, нужно разобрать. Дальше. Вы взяли, вы взяли за, ну, взяли ответственность, взяли ответственность за своего мужчину, помогая ему. И взяли ответственность за своего мужчину, вы вступили в созависимые отношения, где вы находитесь уже в роли жертвы. И он, на самом деле, тоже находится в роли жертвы. К сожалению. Да? Вот. И в этом случае, в этом случае, в этом контексте, скажем так, я, опять же, предлагаю вам подумать о, ну, о себе. Да? То есть, вот, зачем вы, ну, ведёте себя так, почему вы решили, ну, вот, словно говоря, брать за мужчину ответственность? Да? И выбрали, по факту, быть жертвой. То есть, помогать ему. То есть, делать за него то, что он должен, в принципе, делать сам и так далее. То есть, вот, у этого есть, конечно, конечно же, ваши собственные, ну, причины, да, ваши собственные основания. Нужно, на мой взгляд, только увидеть, что это за основания, что они из себя, грубо говоря, представляют эти основания. Вот. Можно ли вернуть отношения в привычное русло? Ну, я бы сказал, что многое зависит от того, готовы ли вы брать тот объём ответственности и успешности на себя, который, вот, вы брали раньше. То есть, по сути, речь идёт о том, что до того, как работа не прошла, мужчина с вами общался, ну, в принципе, так, как будто вы его жена. Да? Да? А после он уже перестал это делать. Фактически. То есть, его отношение к вам, это такая вот условность. Да? Это вот, не много, не мало, условно. Ну, и вопрос в таком случае к вам возникает. А считаете ли вы подобную условность в отношениях тем, что вы заслушиваете? Ведь это, ни много ни мало, вас, ну, обесценивает. Ни много ни мало, это вас, ну, делает средством, делает, я бы сказал, не совсем. Эмм... Полноценны что ли? Вот. То есть нет, я-то вас, эм... Я-то вас неполноценно не считаю. Я-то, я вас не считаю неполноценными. Но, когда и если вы ведете себя так, есть основания думать, что такой вы себя видите. Вот, и если это правда, ну, лучше было бы с этим что-то сделать, да, то есть, ну, повысить свою, допустим, ценность, скажем так, вот, теперь давайте пройдемся по тексту. Здравствуйте, меня беспокоят отношения с парнем. Ну, хорошо, что вы говорите, что меня беспокоят отношения, но не очень хорошо то, что вы говорите, что меня беспокоят отношения. То есть, не сам парень вас беспокоит, да, а отношения с парнем. Ну, это, вот, на мой взгляд, внушает, так сказать, некоторые опасения, потому что, ну, как несложно догадаться, отношения с кем-то, это не сам человек. Вот, поэтому, если вас беспокоят отношения с парнем, то вас не беспокоит сам парень. Если вас беспокоят отношения с парнем, то очень может быть, что беспокоит вас только то, что парень вам дает. Точнее, отношения с парнем вам дают. Мне двадцать семь, ему двадцать шесть, встречаемся второй год. А это время столько всего пережили и расставали сразу два. Ну, пожалуй, наверное, излишнее будет уточнять, ну, прошу вас уточнить, что именно вы пережили. Вот, но совсем не лишнее было бы спросить, почему вы расставались несколько раз, да, из-за чего вы расставались несколько раз, вот, а-а-а, мне кажется, насчёт, ну, что, поэтому я как минимум приследуюсь, это нужно для как минимум приследовать. как минимум вот это такой момент потому что проблемы которые между вами имели либо имели место либо имеют место быть они ну объективно там никуда не денутся грубо говоря поэтому непонятно были ли вами сделаны выводы после того как вы расстались и вновь сошлись с мужчиной своим дальше значит так а вырос он без матери и поэтому типически относится к женской преданности ну я бы сказал здесь на самом деле а причем вот причем простите вообще здесь женская преданность так как они я конечно извиняюсь да но причем причем здесь женская преданность я не думаю что отношения можно строить на какой-то преданности потому что все может меняться все может стать совсем иначе совсем по-другому и ну тут мне кажется вы сам себя в угол загоняете грубо говоря пытаясь доказать мужчине что вы преданны что вы никуда не денетесь что вы там всегда будете с ним и прочее 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 это бесполезно потому что во-первых жизнь жизнь штука очень непредсказуемая во-вторых этим вы потакаете по сути слабости молодого человека а это в свою очередь не добавляет ни ему ни вам никаких плюсов да ничего вообще позитивного вот поэтому делать не делать это решаете конечно только вы но с точки зрения психологии ситуация выглядит такая что если вы боитесь допустим что молодой человек от вас идет или если вы пытаетесь ему как-то вот доказать что ну что вы там преданно и прочее вот что ничего хорошего ничего хорошего из этого не выйдет дальше так значит есть такая черта как безответственность в плане своих личных дел например проект постоянно поможет что мальчика имеет уговаривать сделать все для него нет если вы сандра перекладываете ответственность на человека потому что это не он умеет уговаривать это вы предаетесь это вы ему предаетесь а вопрос только заключается в том почему вы предаетесь на уговоры то есть что 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 такого человек вам дает по вашему мнению что вы готовы поддаваться на уговоры поддаваться на уговоры даже в шерп там себе ему и прочее вот какую цель вы представляете в этом вопросе но мне кажется это очень такая очень важная история на мой взгляд по крайней мере которой нужно разобраться по крайней мере потому как у меня ну ничего хорошего абсолютно да ничего хорошего а вы для себя не получите ничего хорошего помогая ему и уж тем более грубо говоря да перекладывая ответственность на него за то что вы решаете по факту ему помочь да ему помогать ему помогать дальше следующий момент так значит я за все это время много раз делал его домашек куда у нас не было проблем но опять же да проблемы есть у всех планируем на весна 2020 года разыграть свадьбу вот кто это мы да кто это мы планируем вот что значит мы планируем разыграть какое значение свадьба для вас для вас имеет вот именно 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 для вас какое значение имеет свадьба вот ну если если имеет да какое значение какое значение для вас она имеет вот и соответственно насколько сильно вы этого грубо говоря хотите вот то есть это мне кажется очень важный момент а дальше недавно ему написала магистрскую диссертацию так как являюсь переводчиком синхронистом меня не обучалось на эбэе но все таки 7 процентов работы я сделал основная часть работы не проходит через комиссию с этого момента начали наши неприятные и постоянные ссоры и непонимания но смотрите в ссорах участвуйте и вы в том числе Сандра тоже вот и если бы не вы то то и ссор бы не было поэтому вопрос к вам почему вот именно с вашей с вашей стороны а какие есть основания для ссоры именно вот именно вот с вашей стороны а мне кажется это важный момент потому что вы принимаете активное участие в конфликтах и еще раз а в сорок участвует двое вы в сорок точно участвуйте так давайте вот причина причина теперь совсем не говорить про свадьбу создание семьи а вам это зачем говорит про следующий год у нас пока нет ничего вот душой надо накопить денег и с готовностью вступать в брак но это отговорки недавно я ему сообщил что возможно беременна но срок внедренный на что он ответил выпить таблетку а я была в шелке и до этого он говорил совсем другое говорил я что забеременеешь мы женимся сразу какое значение для вас у меня женить бери 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 у меня нет никакого желания и намерения женить каким-то способом молодого человека у меня вопрос только как стабилизировать отношения на прежнее русло прежнего русла нет потому что молодой человек не езды получив опыт вы этот опыт принять отказываетесь и молодого человека таким как он ест вы принять тоже отказываетесь а есть ли способ узнать насколько истинны его чувства и не вешает ли он мне лапшу на уши здесь проявляется ваше недоверие в себе и неуверенность словом извиняюсь так за развернутый ответ выберу для индивидуальной беседы хорошего психолога спасибо что считать развернутым ответом вот вопрос конечно но тем не менее я надеюсь что мой ответ вам помог вот вот надеюсь что он наведет вас на определенные мысли вот если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго удачи и надеюсь что ситуация разрешится самым лучшим образом он 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 Продолжение следует...